Субтитры создавал DimaTorzok 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 Проповеди Харителя преданности Том 1 Субтитры создавал DimaTorzok Так, мы вчера закончили Махапрабу, самый милостивый аватар, он принес такой нектар, что даже Господь Брама, творец мира, и Господь сшил его разрушитель жажду ощутить хотя бы каплю этой сладости Глава 10 Преодолев сомнения Мартью яда тякто самаста карма Ивидитатма вичикер шитоми Татамритат вам пра Типа дьямано Маятма Буя чакал патевай Тот из смертных, кто искренил карму и отдал себя Мне становится единым со мной Несомненно, он достоин войти В мою семью Изменив свое материальное тело на духовное Сачитананда Тот из смертных, кто искренил карму и отдал себя мне Становится единым со мной Несомненно, он достоин Войти в мою семью Изменив свое материальное тело на духовное То есть для того, чтобы Войти в семью Господа Нужно полностью искоренить свою карму Избавиться от кармы А карму мы можем избавиться только одним способом Это отказаться совершать дальнейшие поступки И в сторону собственного эгоизма И предаться на волю Господа Даже наше физическое тело все время меняется Старые клетки отмирают, на их месте возникают новые Точно так же вкушая просадом пищу, предложенную Господу Мы меняемся коренным образом Тело человека, ведущего в благочестивую жизнь Постепенно изменяется, хотя сам он этого не осознает Изменения происходят незаметно Даже на физическом уровне все меняется Просто от того, что человек ест только просад Он отстраняется от всего, что происходит в миру Не видит атма Он более не считает себя частью материального мира Он вошел в другую семью, стал обитателем высшего мира И с течением времени все сильнее и сильнее сознает свою причастность к ним Не видит атма Он сосредоточенно ищет Это его постоянное занятие Он всегда ищет способ доставить мне радость Для него это единственный закон И он непрестанно думает Как мне ему служить Тогда он без сомнения изменится Его ждет постепенное преображение от смертного к бессмертному Это несомненно и необратимо Он будет принят в мою семью Бхагалдите Кришна говорит И шатей этот анан-тарам Преданный войдет в мою семью Наш баджан, божественное служение Неизбежно приведет к такому преображению Оно произойдет обязательно Наши материальные желания ослабеют Главным образом мы теряем жизненную энергию В раджа и тама гуни В гунах страсти и неведения Но в саттва гуни Гуни правильного понимания нашей потери энергии Значительно меньше Бхакти парешану бхавов вирактир Анятра чайша трикая какава Пропадь яма нася ядха шананта сиюс Тушти-тушти Тушти-пушти шуда маю Нухасам С каждой ложкой пищи Мы испытываем три ощущения Мы насыщаемся Живудок наполняется Голод проходит Так и душа, предавшийся Богу Познает преданность в трех проявлениях Во-первых, она с любовью служит Господу Во-вторых, сам Господь Средоточей любви пристает перед ней И в-третьих, она отрешается от всего прочего Так и душа, предавшийся Богу Познает преданность в трех проявлениях Во-первых, она с любовью служит Господу Во-вторых, сам Господь, средоточая любви Пристает перед ней И в-третьих, она отрешается от всего прочего По этим изменениям мы можем судить Насколько продвинулись вперед Парешана бхавово Мое представление о Всевышнем должно становиться Отчетливее и яснее Что он собой представляет? Кто он? Иверахтер Аньятра Во мне растет безразличие Ко всему, что есть не Кришна Я избегаю того, что не связано с Кришной А когда она все же появляется То вызывает во мне апатию Или даже раздражение Зачем это ко мне пришло Критерием может служить степень Моего равнодушия Ко всему не связанному с Кришной Для того, чтобы Определить в какой-то мере Насколько мы Предались по-настоящему У нас появляется равнодушие К всему, что не связано с Кришной Кроме того, я должен почувствовать Как мой внутренний голод проходит Да, я чувствую, что насытился Я сам пойму, что иду в правильном направлении Я услышу одобрение изнутри Голос своей чистой совести Да, да, я действую правильно Ко мне придет внутреннее удовлетворение Когда душа ясно видит меня Как сверхдушу, пребывающую В сердцах всех существ Ее мирское эго растворяется Все сомнения рассеиваются И всем ее мирским делам Карме приходит конец Когда душа ясно видит меня Как сверхдушу, пребывающую В сердцах всех существ Ее мирское эго растворяется Все сомнения рассеиваются И всем ее мирским делам Карме приходит конец Это научный критерий Конечно же, наука трансцендентного мира Неприложима Природе мирского Руководствуясь этими критериями Мы будем постепенно продвигаться вперед К истинной гармонии Рея Кришны Когда находишься в центре Легко понять, для чего все вокруг предназначено Когда находишься в центре Легко понять, для чего все вокруг предназначено Сознание Кришны Это центр И оно позволяет увидеть Что у каждого события Есть свое особое значение У каждого события Есть свое особое значение Постижение этого И то внутреннее удовлетворение Которое оно дает Критерии По которым мы будем судить О нашем духовном росте Но это не значит Что наша жажда будет утолена Напротив, она станет сильнее Однако к нам придет уверенность Что направление В котором мы движемся верное Я на верном пути И помогу объяснить То новое, что возникло в моей жизни Учение об Абсолюте Данное мне приводит в гармонию Все, что прежде казалось Непонятным и бессмысленным Теперь все разъяснилось Чидаянти сорва сам шая Все сомнения уйдут прочь И истинный последователь Школы Бхагавата Найдет в своем сердце Полное удовлетворение Чидаянти сорва сам шая Все сомнения будут уничтожены Это непостижимо Разве такое возможно? Такое не умещается В тесной скорлупе нашего мозга Все сомнения уйдут Что это значит? Избавиться от сомнений Кажется нам немыслимым Но все они разрешатся Когда мы поймем учение Шримад Бхагаватам И Чичитания Махапрагул Кришна концепцию Абсолютного Абсолютная любовь и очарование Дороги всем Этого никто не станет отрицать Никто не скажет Я не хочу любви Столи она все въеблюща Кто-то может сказать Мне не нужны пышность и могущество Но я не хочу любви Этого вы никогда не услышите Кто-то может быть Сказать Кто-то мог бы сказать Даже я не хочу справедливости Такое вполне возможно Конечно это тоже нечто необычное Исключительное И все же случается Что кто-то говорит Я не хочу справедливости Пока закону справедливости Этот человек должен страдать Нет лучше я буду страдать А он спасется Иисус Христос сказал Отец прости их Они не ведут что творят В этой молитве он отверг закон справедливости Нет пусть закон остается сам по себе А я буду страдать Мы можем пойти на риск И отвергнуть справедливость Но не любовь Мы откажемся от всего Но не от любви Если у нас есть глаза Мы увидим Что только ради према любви Можно пожертвовать всем на свете Сколько же драгоценна такая любовь Ее принесли нам Махапрабу И Шримад Бхагаватам Перед тем как был написан Шримад Бхагаватам Девар Шинарада пришел к Весадеве И сделал ему суровый выговор Что ты делал все это время Ничего более того Ты совершил серьезную ошибку Ты сотворил великое зло В наставлениях о религиозном долге С которым ты обратился к людям Ты одобрил мирской труд Направленный на исполнение материальных желаний Люди так склонны к такому труду Ты сотворил великое зло Ибо миряне решат Что только в твоих наставлениях Содержится суть религии Даже если другие мудрецы Постигшиеся Начнут учить их воздержание От мирских дел Они не примут их наставлений И не смогут понять их То есть Весадева он Расписал все Как в соответствии с религиозным долгом Жить в этом материальном мире Но Нарадамуни отругал его Потому что Потому что Эти наставления Они только еще больше Укрепляют людей На материалистичном пути На житье в этом материальном мире Эти наставления Они учат Как правильно действовать Как делать все вещи правильно Чтобы у нас все было И за это ничего не было Но они учат исключительно Жизни в мире материи И поэтому Нарада ругает Весадева Люди по природе своей Стремятся к дгарме Архи Ками и мокши Благочестью Богатству Наслаждением И освобождению В твоих наставлениях Они представлены Упорядоченном И отшлифованном И отшлифованном виде Но все это Так знакомо людям Воздержание от еды Вследствие переедания А мокши Не более чем Вследствие эксплуатации Все это есть И ты вновь Их этому учишь То есть Люди когда эксплуатируют Они волей-неволей Хотят освобождения Когда люди Едят очень много Переедают То волей-неволей Хочется поститься И все Это все Присуще Этому миру Так и так Все это уже есть А ты вновь Их к этому А ты вновь Их этому учишь Что нового Ты им дал Ты ошибся Ведь когда Столь великий мудрец Советует людям Стремиться к мокше Дать им что-то большее Будет очень трудно Никто не усомнится В твоих предписаниях Бессаделла Величайший авторитет Никто не прислушивается К другим советам Высшему авторитету Для всех останется Висадева Вот почему им будет трудно Принять нечто большее В этом совершенное Совершенное тобой зло В этом твоя вина И ты сможешь ее искупить Лишь указав им Иную цель Помимо упомянутых четырех Тебе следует самому Взяться за это Все данное мною До сих пор было Низшего сорта Но сейчас я открою вам Нечто высшее Только ты И никто другой Должен выполнить эту работу И только ты И только так Ты сможешь искупить Свою вину Возможно ли ощутить милость Без этапа жажды Справедливости Ну все индивидуально Чтобы даже понять Мы живем в материальном мире И этот мир Он строится исключительно На справедливости Ощутить милость мы можем Но Мы не вправе ее ожидать Если мы претендуем На справедливость То Дверь милости Будет закрыта для нас То есть мы будем Получать все По справедливости При желании Обрести милость Милость она просто Беспричинна может быть Она может Даже на каком-то уровне Пролиться на нас Но Если мы сосредоточим На справедливости Мы так и останемся Но Мы будем Находиться в этом рамке И дальнейшая милость Она Невозможна Просто для того Чтобы подлинным образом Обрести милость Мы должны будем Отказаться от справедливости То есть Это такой Очень простой момент На самом деле Что Мы говорим Господь Будь милостью ко мне Да Но В то же время Требуем Чтобы С другими С другими поступали По справедливости Кто-то Например Как-то неправильно С нами поступает И мы говорим Господь Накажи этого человека Он со мной Несправедливо поступает А мне Дай по милости Но мы Автоматически Претендуем На справедливость Поэтому Мы отказываемся От этого момента Поэтому Этот путь С одной стороны Он простой С другой стороны Очень сложный Не так просто Качать справедливость Просто в этом мире Все качают справедливость Это Ну Естественно Для этого мира Я делаю что-то Естественно Хочу что-то Получить Какие-то плоды Вот Но отважиться Идти По милости Это Нужна Определенная Ну Определенная Частота И Или хотя бы Отчаяние Полностью Разочароваться Настолько Что Ни на что Не надеяться Никто не Прислушивается К другим Советам Висадева Величайший Авторитет Высшим Авторитетом Для всех Останется Висадева Вот Почему Им будет Трудно Принять Нечто Большее Какая-то Авторитетная Личность Что-то Говорит Естественным Образом Все Принимают И Могут Принять Это Как Совершенное Полностью Но Поэтому Нарва И ругает Висадева Потому Что Висадева Это Величайший Авторитет Это Он Это Сама Аватара Господа Литературное Воплощение Господа Для того Чтобы Он Пришел Чтобы Записать Все Веды В этом Совершенное Тобой Зло В этом Твоя Вина И Ты Сможешь Ее Искупить Лишь Указав Им Иную Цель Помимо Упомянутых Четырех Тебе Следует Самому Взяться За Это Все Данное Мною До сих Пор Было Низшего Сорта Но Сейчас Я Открою Вам Нечто Высшее Только Ты И никто Другой Должен Выполнить Эту Работу И только Так Ты Сможешь Искупить Свою Вину Мы Должны Паять Что Все Что Дается В этом Материальном Мире В рамках Этого Мира Находится В рамках Иллюзии Другой Должен Выполнить Работу И только Так Ты Сможешь Скупить Свою Вину Махан Ятик Крама Это Великий Грех Ибо Нечто Незначительное Джигупси Там Представленное Под именем Религии Дхармакрити На самом Деле Религией Не Является Что В этом Хорошего Ты Распредел О том Что Есть Грех А Что Нет Но Ничего Не Поведал О Настоящем Благе Не Делать Плохого Еще Не Означает Делать Хорошее Вот Почему Со всей Серьезностью Взявшись За работу Ты Должен Объяснить Людям Все Данное Мною Вам До сих Пор В Больше Или Меньшей Степени Отрицательного Свойства Теперь Я дам Вам Нечто Положительное Таким Образом Подготовив Их Ты Дашим Что Существенное В В этом мире Все Самое Хорошее Если В этом Нету Преданности Господу Это Все Нет Отрицательное Свойство Дхарма Парает Шит Кайтава Тра Парамо Нир Мацанана Сатам В религии Шримад Благова Там Нет Четырех Соблазнах Обманывающих Людей Дхарма Артхи Кама И Мокши Это Религия Истина Святых Религия Процветания Чувственное Наслаждение И освобождение Это Все Обман Обман В этом Материальном Мире Но В Чирмад Благов Там Нет Этих Этих Четырех Соблазнов Обманывающих Людей Это Религия Истина Святых Нир Мацар Означает Беспристрастное Мышление А Мацар Завистливый До сих пор Я доволен Оставление Тем Чьи мысли Осквернены Корыстью Теперь же Говорю С людьми Здравомыслящими И добросердечными Сейчас Они услышат Мои слова Увести людей С пути указанного Тобой Будет трудно И поэтому Я пришел К тебе Только от тебя Они воспримут Более возвышенное Более совершенное Знание Другого Способа Нет Такие слова Услышал Шиви Садева От Деваши Нарады И далее Ему предстояло Руководство С десятью Основными Принципами Погрузиться В созерцание Воспринять Знания И наконец Его Воспроизвести Когда Деваши Нарада Покинул Ашрам Шиви Садева Стал размышлять До сих пор У меня было Одно представление О том Что есть религия А что Ею не является Но теперь Мне открылось Нечто Совсем иное Я должен Все пересмотреть Вся система Должна Предстать В новом свете И пусть Он озарит Все И пусть Он озарит Все сказанное Мною прежде И он написал Шримад Багмат Высадева Также Поэтому Более высокое Знание Переданное Мне Деваши Нарада Должна быть Открыта Миру Тем, кто, по мнению всех мудрецов, бесспорно обладает Брамагьяной И он решил найти Шукадеву Шукадеву единственное, кого почитают приверженцы освобождения Если высшее знание поведает он, положение Шимат-Багватам будет неоспоримым Шукадеву сын, сын Исадевы, реально находился на уровне Брамагьяны То есть он был полностью отречен личностью, который совершенно ничто не связывал с этим миром На поиски Шукадеву он послал Дровосека, знавшего самые глухие уголки леса Он прочитал Дровосеку такую шлоку Иврита Таршаир Упагамьяманат Хаваушатха Шоттамана Бхирамат Кауттамашлока гунану вадат Пуманвераджита вина Пушугнат Пашугнат Исадева сказал Когда тебе встретится юноша, похожий на моего сына Повторяя вслух эту шлоку Ты всегда бродишь в лесных чищобах Там, где странствует мой мальчик Найти его очень трудно, ведь он не сидит на месте Он все время скитается по лесу Ест только листья, плоды И пьет речную воду И вот в один из дней, внимание Шукадеву было привлечено незнакомый шлок И он прислушался О чем говорят дровосеки Неврита Таршаир Упагаяманат Хаваушатхичроттрамана Бхирамат Кауттамашлока гунану вадат Пуманвераджит Иета вина Пушугнат Откуда они узнали это великое изречение с высоким смыслом? Выслышав шлоку второй А потом в третий раз Шукадева подошел к дровосекам И попросил их еще раз повторить сказанное Они произнесли Неврита Таршаир Упагаяманат Полностью утолившие жажду Насытившиеся поют эту песню Хаваушатхат Она и есть то лекарство, что излечит недок смертей и рождений Шроттрамана Хирамат И она всегда радует чувства Не думайте, что чувствуя ваши вечные враги, что от них нет никакой пользы Им можно найти применение Как ладосно для чувств это песнь Шроттрамана Хирамат И слух и ум объяты высшей радостью Кауттамашлока гунану вадат Пуманвераджита вина Пушугнат Разве не самоубийство отвергнет такую жизнь, такой идеал Их отвергнет лишь человек, желающий себе смерти Но пробудившийся и осознавшись, в чем его истинное благо Никогда не оставит Уттамашлока гунану вада Не перестанет славить Всевышнего и возносить ему молитвы Кто отвергнет столь высокий идеал жизни, превосходящий мокшу освобождения? Густышевшлоков второе, потом в третий раз, когда его подошел к дровосекам У просил их еще раз повторить сказанное Они произнесли Полностью утолившись жажду, насытившиеся Поют эту песнь Она есть то лекарство, что излечит недок смертей и рождений И она всегда радует чувства Не думайте, что чувства наши вечные враги Что от них нет никакой пользы Им можно найти применение Как сладостно для чувства эта песнь И слух и ум объяты высшей радостью Разве не самоубийство отвергнуть такую жизнь, такой идеал? Их отвергнет лишь человек, желающий себе смерти Но пробудившийся и осознавший, в чем его истинное благо Никогда не оставит И перестанет славить Всевышнего и возносить ему молитвы То отвергнет столь высокий идеал жизни И превосходящий мокшу освобождения Мы знаем, что Шримад Бхагаватаму Начинается как раз с вопроса Махараджа Парикши, то, что когда я говорю с вами Он его спрашивает Если мы пришли в этот мир И мы получили это материальное тело Которое обладает чувствами Обладает умом Нелогично предположить, что нужно наслаждаться с помощью этих чувств И фактически это Фактически с этого начинается Шримад Бхагаватам Шукадеву Госвами Он находился на уровне Брама Гьяны То есть на уровне освобождения То есть он полностью осознал безличный Брама И в таком состоянии он странствовал по лесу Не желая ничего Он был счастлив осознавать свое единство с Господом Но он не был в Майваде Он был, можно сказать, Брама Ваде То есть личностью осознавшей Брама В позитивном смысле Он достиг освобождения в полном смысле Но когда он услышал эту шлоку Он понял, что есть нечто высшее Что за пределами его нынешнего понимания И тогда, мы завтра прочитаем об этом Он вернулся к своему отцу И получил дальнейшее образование Он получил образование И на связи с этой шлокой Которая говорит, что С чего начинается Шримад Бхагаватам И с чего началась трансформация самого Шукадева Гасвами Как он пришел к этому И как он потом передал это высшее знание Парихшиту Махараджу И еще раз мы прочитаем сейчас эту шлоку Потому что это ключевая шлока Вообще, к чему бы то ни было Полностью утолившие жажду Насытившиеся Полностью утолившие жажду Насытившиеся Поют эту песнь То есть люди, которые испытали все виды наслаждений Все богатство, все процветание Все религиозные пути прошли Достигли в конце концов освобождения То есть они полностью утолили жажду И насытились всем этим материальным миром Они могут петь эту песню Она и есть то лекарство, что излечит Недух смертей и рождений И она всегда радует чувству Не думайте, что чувства наши вечные враги Что от них нет никакой пользы Им можно найти применение Как сладостно для чувств этой песни И слух, и ум объяты высшей радостью Разве не самоубийство Отвергнуть такую жизнь, такой идеал Их отвергнет лишь человек, желающий себе смерти Но пробудившись и осознавшись В чем его истинное благо Никогда не оставит Не перестанет славить Всевышнего И возносить ему молитвы То отвергнет столь высокий идеал жизни И превосходящий мокшу Дальше мы продолжим завтра читать Каким образом Шукады Алгасвами Он вернулся к Писадеве И продолжил свое обучение Под его руководством Гори Харая Намакришна Ядавая Намаха Ядавая Мадхавая Кешавая Намаха Ядавая Мадхавая Кешавая Намаха Гопау гориндарам Симадусу драма Ядава гориндарам Ядавая Мадхавя Кешава Ядавая Намаха Ядавая Мадхаваят Ядавая Мадхавая damn ह Ядавая Мадхава Ядавал Симадхава Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Вся слава всем преданным Ну что, Харе Кришна, дорогие преданные На этом Наша, так сказать, мероприятие